Я не могу сказать, что это значит для меня. Это очень трудно описать. Это чувство глубокой сопричастности с судьбой этого великого народа, которому предназначено величие, которому все это время величие ставили палки в колеса, которого постоянно вели не те люди-слепцы, какие-то непонятные, сумасшедшие, бредовые старики со своими гениальными идеями, мешающими нам развиваться и идти вперед. Я много раз говорил, какие мы талантливые. Только стоит нашему человеку уехать за границу, как он становится известным и популярным. Саша Дуров, Сергей Брин, Сергей Бутерин, Виталик Бутерин, прошу прощения, которые просто выезжают из страны и моментально обретают популярность и успех. Потому что в нашей среде институтов, которые не растят творчество, не воспитывают и не пестуют талант, нельзя пробиться. Это асфальт советский. И только этот советский асфальт уходит, моментально расцветают люди в этой чудесной стране. Да даже под асфальтом эти люди работают и делают такие вещи, с которыми Европа считается и удивляется нами. Представьте, черт возьми, что будет, если этот асфальт мы наконец соскоблим, этот чертов советский асфальт, чтобы дать всходы этим цветам нашей страны. Я удивлюсь, если эта страна не будет номером один на планете, если это произойдет. Вот поэтому я так ее люблю. Я хочу, чтобы этот сад расцвел, чтобы мы соскоблили это советское ничтожество, чтобы мы соскоблили этот советский асфальт, наконец, и вернули эту клумбу. Великий цветник нашей нации, который поражал всех людей в мире, который заставлял сердца чаще биться, который заставлял людей мыслить и стремиться дальше. Только вдумайтесь, даже за годы советского безумия и ада под этим асфальтом мы сумели отправить человека в космос, сделать первый спутник, сумасшедшими феноменальными трудами достичь Венеры, покорять, в конце концов, живыми существами орбиты планет. Я не знаю такого второго народа, который после таких испытаний, даже после всего, что он пережил, переезжая в другую страну, расцветает. Его по-любому уже должно было бы давно пришибить этой советской плитой. Давно он должен был бы покойником быть. А он не то что не покойник, он пробивается сквозь эту плиту советскую. Я мечтаю, и моя любовь в том, чтобы этого человека, этого несчастного, достать оттуда, из этих советских развалин, достать его на свет Божий, спасти этого человека. Вот этого я очень хочу. Вот это и есть. What does it mean for you? Вот для меня это означает спасти этого человека, спасти эту страну. Из-под советских завалов достать этого человека, который во все времена, во все вот эти эпохи, все это время под этими завалами жил и не знал, что можно жить лучше, без этих сумасшедших великих проектов, сумасшедших шишек, гениальных стратегов, великих лидеров, могучих национальных идей, дать ему возможность расцвести. И тогда знаете что? Там никто не будет даже спорить, какая страна и нация номер один на планете. Это будет очевидно. С такими ресурсами, с такими территориями, с таким потенциалом тут никто уже просто не может близко стоять. Мы даже недавно проводили исследование по природным богатствам стран мира. Мы на первом месте, это понятно. Но это не просто понятно. Вы не понимаете, наверное, сколько это понятно. Мы в два раза обгоняем Америку по этому потенциалу. Потенциалу, докупленной экономической себестоимости всей страны, включая богатство, возможности приумножения его, в том числе интеллектуального капитала, наукоемких производств. Это просто аттракцион невиданных возможностей. Это спящий титан. Это такой фантастический шанс для человечества сделать из России цветник, сделать из него жемчужину, которая бы завидовал весь мир, что не воспользоваться им было бы глупо и преступно. И превращать этот великолепный цветник, этот алмаз, в гадюшник, обмазывать его говном и палками, и говорить, что так оно и нужно, эти люди вызывают у меня ненависть. Эти люди, которые закапывают этого человека в полном здоровье и сил возрасте, которые готов творить и создавать, продолжают бульдозерами закатывать его под асфальт, вот эти вот чудовища, они нужны вместе с асфальтом сдереть, с этого света сжить, потому что на самом деле эти ужасные люди просто боятся сказать, что они мало что могут против этих людей. Во все времена эти маленькие люди точили великие империи. Каждые две минуты на планете сейчас звучит Чайковский. Может быть, вы знали, что Чайковский популярен настолько же, насколько Моцарт в мире популярен. И каждые две минуты сейчас слушают либо Моцарта, либо Чайковского. Дягилевские сезоны балета по всему миру. Наше признанное мастерство в освоении и огранке алмазов. Наша космическая отрасль, незабитая и не уничтоженная еще до конца. Наши институты, в которых проживают несчастную жизнь профессора, которые не умеют зарабатывать, у них нет квартиры какой-то нормальной даже. У меня научный руководитель, мой научный руководитель, живет в презренной хрущевке. Я бы такого не пожелал профессор. В этой стране, где бесценные специалисты просто живут на энтузиазме и получают 36 тысяч рублей в месяц за профессора передового вуза нашей страны, это стыд и позор, а не все остальное, что называют всякие непонятные зетовцы. Вот это стыд и позор, когда профессор нашей страны живет в хрущевке обдолбанной и 36 тысяч 600 рублей получает в месяц. Вот это позор, который нельзя терпеть. Это те самые советские завалы и брезент. Это когда человек, который вас воспитал, который поднимает молодежь, получает меньше, чем какой-нибудь, не знаю, среднестатистический менеджер средней руки, или это тоже раздражает людей, или какой-нибудь, не знаю, даже вахтер на Западе. Вот это позор для страны. Когда вы понимаете, что голоса этих людей не слышны, вот это позор для страны. Когда вы понимаете, что человек, создавший ВКонтакте, первый же пал жертвы этого ВКонтакте, и побежал поскорее в Сент-Китт и Невис, вот это позор для страны. А все остальное, когда говорят о любви к родине, забывая и замазывая ее танками, стрелялками, звездами, ракетами и самолетами, эти люди необычайно маленькие, невероятно низкие, невероятно противные мне люди. Это трупы, это неживые существа, которые пытаются за счет живого жить паразиты. Вот когда вам скажут, что можно заменить еду в магазине парадами, это все равно, что можно заасфальтировать живого человека. Можно, ровно будет, чтобы ничего не росло. И вот этих оптимизаторов, которые хотят, чтобы ничего не росло, надо самих под этот асфальт загнать. Вот поэтому я так люблю свою страну, потому что знаю, что такого фантастического шанса ни у одной нации на планете, и я в этом убежден, нету вообще. Ни у одной нации на земном шаре. На планете, которая может быть среди многих звезд, является единственной обитаемой разумной жизнью. Только вдумайтесь, черт возьми, почему это стоит не любить. Эту территорию, которая дала миру столько великих людей, несмотря на ужасающие презренные поражения, которые обрекали собственные властители умы этой страны, и вынуждали их бежать за рубеж. Я не вижу большего стыда, чем нация, которая бежит от своих проблем, которая скрывается в других странах, вместо того, чтобы бороться здесь за свою страну. Потому что ногами очень легко голосовать. Только вдумайтесь, если бы у этих людей была своя страна, если бы у этого человека было свое государство, которое бы его защищало, которое бы не давало его в обиду, которое бы не позволило, чтобы он жил в Хрущевке на 36 тысяч рублей в месяц, чтобы такие люди кричали, их голоса звенели камертонам. Вот поэтому я так люблю эту страну. И я хочу, чтобы эта страна стала такой. Я вижу, как эта страна становилась и пыталась много раз, и ошибалась, и снова ломалась, и снова не получалась у нее. Каждый раз с ужасными ошибками. Всякий раз с чудовищными жертвами. Но каждый раз уже не могла вернуться на предыдущий труд. Уже не могла стать прежней. Уже не возвращалась на то, откуда возвращалась теперь. И мне порука и надежда, что даже это безумие, которое нас обуяло, оно гораздо слабже советского. Этот человек выползает уже не со дна карьеров, которые его за вас сфальтировали. Давайте ему руку, в конце концов. Давайте вытянем его из этих завалов. А потом эти завалы мы уничтожим. Чтобы на этом месте расцвели цветы. Субтитры создавал DimaTorzok